с руководителем проекта издательства «Директ-мидия» «Библиошкола». Ну, на первых своих строках позвольте поздравить вас со всеми прошедшими и наступающими праздниками, пожелать вам здоровья, продуктивной работы, удачи и везения. Ну и давайте начнем нашу работу. Несколько слов хочется сказать о нашем издательстве. Наше издательство с 2002 года и за это время подготовило выпуски тысячи чек-книг и аудиодисков в различные тематики. На сегодняшний день праздник издательства насчитывается около полутора тысяч научно-популярных литератур и монографий, классических литератур и мультимедийных изданий. Дарья, если можно, чуть громче микрофон настройте. Хорошо, Павел Юрьевич. Меня слышно? Мне слышно, но у меня на максимуме стоит, поэтому, может быть, у кого-то слышно чуть-чуть похуже. Давайте опираться не на меня, а на тех, кому... То есть поставьте где-нибудь процентов 70 движок. Так, хорошо. Так, я слышу, к сожалению, своих коллеги. Попроверьте, пожалуйста, громкость в своих салонах. Всем ли меня слышно? Слышно. Хорошо. Все, продолжаем нашу работу, уважаемые коллеги. Итак, несколько слов о электронной библиотечной системе Библиошколы. Это образовательный ресурс, который содержит в себе дополнительную литературу для педагогов, школьников и их родителей. Хочу сделать акцент на том, что в нашей библиотеке, в электронной, не содержится учебников. У нас вся литература, которая помогает разнообразить процесс обучения и процесс учения. То есть все книги, которые помогают учить и учиться. У нас в библиотеке таких книг более 15 тысяч. То есть это внеклассное чтение, хрестоматия, справочные материалы, словари, энциклопедии, материалы для подготовки к ЕГЭ, книги для дошкольного обучения. Все-все огромное количество материалов, которые поможут разнообразить вашу работу. Хочется обратить ваше внимание, особенное внимание на нашу художественную литературу. Вся наша художественная литература, естественно, собрана в соответствии с ГОС и рекомендацией Министерства образования и науки Российской Федерации. Вся наша литература обязательно соответствует школьной программе по литературе и гражданско-патриотическому воспитанию. На сегодняшний день, как вы все знаете, Министерство образования и науки составило списки художественной литературы, рекомендованные к использованию и прочтению. Хочу вам сказать, что на сегодняшний день на нашем портале представлено 80% художественной литературы из этого списка. Ну и вот сегодня мне пришла такая важная информация от моих коллег, что наша библиотека пополнилась еще 139 книгами художественной литературы. То есть процент значительно вырос. Конечно же, книжки обязательно обработаны, подготовлены, обогащены всей иллюстративным материалом, также есть мультимедийные материалы. Обязательно присутствует краткое содержание произведения. И что, на мой взгляд, было бы полезно для учителей, для родителей, даже для самих учащихся, обязательно есть тест на проверку знания произведения. То есть мы всегда сможем отследить, ознакомился наш ученик с той или иной книгой или нет. Ну, помимо текстовых книг, обычных книг, на сайте представлены аудиокниги. Это мой наиболее любимый раздел, так как, во-первых, у нас очень богатая коллекция аудиокниг. На сегодняшний день это более 2000 произведений. Все книги обработаны, естественно, и озвучены лучшими авторами. Здесь абсолютно любой пользователь найдет для себя все. То есть это и родитель, и педагог, и учащийся. Во-первых, есть, естественно, аудиокниги, соответствующие программному материалу по литературе. Что не маловажно, очень хочу на этом сделать акцент, что это очень полезно для, естественно, для слабовидящих детишек. Потому что не обязательно читать, можно все это прослушать. Вы можете включить колонки и слушать текст произведения. Конечно же, для тех, кто работает с начальной школой, с группами продленного дня. На нашем сайте представлены сказки. То есть тоже, пожалуйста, любая возрастная категория. Для родителей будет очень полезно. На сайте представлены аудиоспектакли для души. Любой материал, исторический материал, по культурологии, есть все самое необходимое для того, чтобы обогатить образовательный процесс. Помимо текстовых материалов, на портале представлен учебный материал в мультимедийном формате, такое, как цифровые карты, тренажеры. Хочу сделать такую поправку. Вы видите у меня на презентации школьные проекты. Сейчас данная опция разрабатывается в ближайшем будущем. Она обязательно появится на нашем ресурсе. То есть учащиеся смогут разрабатывать свои проекты и выкладывать их на наш ресурс, где можно будет производить дискуссионные площадки. Теперь подробнее о каждом из разделов. Разделы цифровые карты. На нашем сайте есть очень много цифровых карт. Это географические, исторические, контурные. Их великое многообразие. Поэтому для того, чтобы найти карту, нужную вам, для начала вам нужно выбрать, воспользоваться каталогом и выбрать нужный раздел. Находится это вот здесь. После того, как вы выбрали нужную вам карту, вы на нее кликаете и она увеличивается у вас до такого размера. То есть ни в коем случае это не какая-то маленькая картинка. Это абсолютно полный экранный режим. Карту можно будет распечатать. Помимо цифровых карт на нашем сайте представлены тренажеры и тесты. На мой взгляд, тоже очень полезная такая опция. Любой учащийся родитель, либо педагог сможет выбрать необходимый ему тренажер. Допустим, вот здесь представлен тренажер про историю. Проверяем даты нашей эры. То есть тренируемся, запоминаем даты. Вы кликайте на необходимый вам тренажер. Скачивайте его себе и пользуйтесь. Тренируйтесь, запоминайте необходимую информацию. Теперь, конечно, когда мы разрабатывали наш ресурс, мы думали не только, чем его наполнить. Но, естественно, мы думали сделать, чтобы было удобно им пользоваться. Естественно, на наш взгляд, у нас получился максимально простой интерфейс. Перед вашими глазами сейчас находится слайд с главной страницей нашей библиотеки. На ней вы видите строчку «Меню», строчку «Поиска» и «Подразделы». Для того, чтобы найти необходимую вам книгу, вы кликайте на кладочку «Каталог». Перед вами высвечиваются тематические разделы. Либо это методическая литература, либо это гуманитарные науки, досуг, энциклопедия. Выбирайте, естественно, нужный вам раздел. Перед вами высвечиваются книжечки, которые лежат в этом разделе. Вы находите необходимую для вас книгу. Кликайте на нее, и она перед вами появляется в следующем виде. Вот высвечивается обложка нашей книги, краткая аннотация под книгой и, естественно, вкладка «Читать». Для того, чтобы прочитать нашу книгу, достаточно, естественно, нажать на кнопочку «Читать», и мы читаем. В таком виде открывается книга. Обратите внимание, здесь есть такие вкладочки, как «Информация о книге» и «Каталог». То есть вы в любое время можете опять вернуться в каталог, либо, если вам это необходимо, посмотреть выходные данные данной книги. Что хочется сказать и отметить, вот обратите, пожалуйста, на верхний правый угол, вот я вас сейчас стрелочкой показываю, такие вот опции. То есть для слабовидящих детей, что тоже не только детей, людей, можно воспользоваться такой функцией, как «Увеличить шрифт». То есть вы можете сделать это крупнее, либо мельче, если вам необходимо. Также можете развернуть книгу в полноэкранном режиме, то есть на весь экран книга у вас будет. Также есть опция, вы можете, здесь вот кнопочка PDF, она называется, значит, PDF, вы можете распечатать страницу книги. Но, оговорюсь сразу, что вы можете распечатать одну страницу одной книги не чаще, чем раз в сутки. К сожалению, условия наших договоров лицензионных таковы, что мы не можем предоставить вам полностью книгу для скачивания. Читать вы можете, да, всю ее целиком, от корки до корки, но не скачивать. Только отдельные цитаты. Так, и вот еще хочется показать вам слайд по поводу поиска. Поиск, конечно, библиотека огромная, 15 тысяч книг, и она расширяется и расширяется. Конечно, бывает очень непросто найти книгу. Бывает, что из головы вылетает название, автор. Ну, все бывает в нашей жизни. Поэтому мы упростили максимально поиск. То есть, у нас есть строчка расширенного поиска. Вы можете книгу найти по классу, по издательству, по автору, по году издания, по жанру, либо по дисциплине. Но бывает так, что это мы не всегда помним, поэтому здесь представлена вот такая вот строчка под словом поиск, где вы можете видеть отдельные слова. То есть, вы можете найти книгу по отдельным словам, которые вы помните. Набрав слово «химическое», к примеру, у вас, и нажав кнопку «Старт», то есть поиск, перед вами высветятся все книги, которые содержат данное слово. Конечно, книжку так значительно проще будет вам найти. Так, далее. Очень важная строчка, на мой взгляд. Обратите внимание, на верхнем углу правом в меню есть такая основка, называется «Моя библиотека». Этот раздел особенно будет полезен библиотекарям, либо кураторам данного ресурса. Во-первых, в этой вкладке есть представлены подмены, такое как «Профиль», «Моя школа», «Моя библиотека», «Статистика». В разделе «Профиль» любой человек, который является куратором данного ресурса в учебном заведении, может всегда посмотреть персональные данные, где указана страна, город, фамилия, имя, отчество. Обязательно присутствуют на страничке телефоны, электронные адреса сайта нашей технической поддержки, потому что если вдруг у вас что-то случилось, да где-то что-то зависает, не открывается, вы обращаете в техническую поддержку и максимально быстро мы решаем ваши проблемы. Обязательно на страничке представлены контакты отдела продаж и ваш персональный менеджер, то есть тот человек, с которым вы общались, с которым вы заключали договор, у которого вы покупали доступ к данному ресурсу. Обязательно, что важно также для библиотекаря, информация доступа. Вот обратите сюда, вот в этом углу она находится. Информация доступа, то есть можно зарегистрироваться на нашем ресурсе, либо это делает сам библиотекарь, либо он открывает удаленную регистрацию, это делают сами учащиеся. Если вы доверяете своим детям, если они у вас дисциплинированные и умницы, конечно, они зарегистрируются правильно, свое истинное фамилии, имя, отчество укажут. Но если вы по каким-то причинам, ну, не совсем так доверяете своим подопечным, то, конечно, лучше зарегистрироваться, зарегистрировать учащихся библиотеку. Библиотекарю и на адрес электронной почты учащихся школьника придет его индивидуальный логин и пароль. Также на сайте представлена информация, в этом разделе представлена информация о дате окончания доступа. То есть вы всегда знаете, что срок подписки ваш истекает, что вам нужно обязательно продлить, ну, либо не продлить, но я надеюсь, все-таки продлить доступ к нашей библиотеке. Для этого, конечно, вам нужно будет связаться с вашим персональным менеджером. И, конечно, здесь есть информация по книговыдаче, то есть сколько книг из общего количества было открыто все время пользования нашим ресурсом. Следующий подраздел вкладки «Моя библиотека» — «Моя школа». Тоже очень нужная, на мой взгляд, информация. Во-первых, здесь указана информация о подписке, то есть указаны доступные разделы книг, не только бумажных в формате PDF, но также аудиокниг, карты-тренажеры. То есть в каком состоянии книги у нас фонды пополняются, поэтому, естественно, чтобы понять, что появились новые книги, вам не нужно каждый день пролистывать все разделы и запоминать, какие книги были и что стало. Для этого, во-первых, есть вот такая информация о подписке, также есть вкладка, смотрите, пожалуйста, слева, рассылка. Вам придет обязательная рассылка, то есть наши новости относительно проекта «Библиошкола». Обязательно придет полный список новых поступлений. Обязательно к вам придет. Обращаю ваше внимание на вот такую вкладку «Недоступный контент». Что это значит? Не пугайтесь ни в коем случае, если вы подписываетесь на наш ресурс, покупаете годовую подписку, либо участвуете в апробации, то вся литература, которая находится на нашем сайте, она для вас доступна в неограниченном количестве. Вы можете пользоваться этой литературой столько, сколько вам нужно, из любого места, где есть интернет. Также ваши учащиеся и их родители, ради бога. Но бывает так, что, как вы понимаете, все книги, которые, вся литература, которая размещена на нашем портале, естественно, размещена легально. То есть мы заключаем договоры с издательствами, которые предоставляют литературу, либо, если это художественная литература, то с авторами, либо их наследниками. И благодаря вот этим договорам у нас есть право разместить эти книги. Но бывает так, что любой договор имеет срок своего действия, срок окончания. Как только у нас мы понимаем, что договор нужно переподписывать, на этот момент книга становится недоступна. То есть мы ее откладываем, и как только мы заново подписываем наши договоры, книги появляются вновь на сайте. Опять же, об этом у вас есть информация. Следующий раздел вкладки «Моя библиотека». Собственно, так подразделы называется «Моя библиотека». Что вы здесь видите? Здесь вы видите последние читаемые книги и избранные. Не только аудиокниги, как представлены на слайде, но и, собственно, бумажные книги. То есть библиотекарь, либо педагог, либо родитель, если это необходимо, может посмотреть, какие книги были взяты для чтения в последнее время. То есть все эти книги будут высвечены, видите здесь стрелочки, да, то есть можно их листать. Не только четыре книги вам покажут, их будет гораздо больше, просто на эту стрелочку нужно нажать и пролистать. Конечно, избранные аудиокниги, либо обычные книги. Просто вы студенты, учащиеся, педагоги, родители откладывают вот в эту строчку книги наиболее им понравившиеся, то есть избранные, то, что они для себя избрали и нашли какие-то более интересные для них материалы. Если необходимо библиотекарю, педагогу отчитаться перед руководством о том, как дать сведения о том, как пользуется ресурсом ЭБС Библиошкола, в каких количествах, и, конечно, не нужно, и какие книги были взяты на прочтение, конечно, не нужно брать листочек, ручку и все это вручную переписывать. Для этого достаточно просто нажать вот на эту вкладочку, где написано «Скачать список в Excel». Естественно, перед вами откроется список Excel, это таблица, где будут указаны все последние книги, которые были взяты для прочтения учащимся. Далее. Также немаловажный раздел, раздел, который называется «Статистика». Ну, это точно необходимо для библиотекаря, особенно если нужно будет действительно приносить какие-то руководству отчеты. Во-первых, в этом разделе можно посмотреть скачивание, то есть получить отчеты скачивания и просмотра литературы. Во-первых, очень удобно вы можете указать на период, то есть начало и конец периода просмотра. Не обязательно вам, допустим, нужно вам посмотреть за неделю, как пользовались библиотекой, вы выставляете нужные даты, и перед вами, собственно, высвечивается вот подобно такому список литературы. Здесь вы можете отследить, сколько было просмотров, сколько книг всего было взято и сколько всего страниц было просмотрено. Так что, на мой взгляд, это очень удобно для какой-то отчетности, для собственного понимания пользуются, работает ли студент учащийся, либо нет. Для того, чтобы, опять же, не переписывать и как-то не усложнять работу, не добавлять бумажной работы нашим уважаемым преподавателям и библиотекарям, естественно, мы подумали, что хорошо, было бы это совсем упростить, да, и, конечно, мы сделали, внесли такую опцию, как выгрузка в Excel. То есть перед вами, опять же, появляется та же самая Excel, таблица, в которой будет также написано, какие книги, сколько страниц, как часто за определенный период, который вы установите, бралась в библиотеке. Так, ну, теперь вопрос. Как можно все это замечательное, богатейшую и самую лучшую библиотеку получить? Конечно, для того, чтобы получить, либо подписаться на тестовый доступ, либо приобрести, вы обратите, пожалуйста, на главную страницу нашего портала и опустите страничку вниз, и вы увидите вот такую вкладку, как подписаться. При нажатии на эту вкладку перед вами появляется вот такая вот форма. Вы ее... Но это для организации, для юридических лиц. Вы ее заполняете, указываете все данные, которые стоят под звездочками. Звездочка, как вы понимаете, это обязательная регистрация. И нажимаете, собственно, на «Отправить». Все ваши заявки приходят в отдел технической поддержки, и в результате они оказываются у меня, и мы уже с вами продолжаем работать. Если вы хотите приобрести, то, конечно, мы с вами связываемся посредством телефона, либо электронной почты, и обсуждаем, как это можно делать. Конечно, мы со школами заключаем договор, где прописывается количество учащихся, либо общее количество пользователей. Каким образом мы будем подключать. Это может быть IP-адрес. Конечно, это хорошо, если он у вас статический. Ну и, собственно, мы с вами ведем вот такие деловые беседы, и как мы можем это и сделать. Следующий момент. Немножечко о технических характеристиках нашего ресурса. Во-первых, хочу сказать, что, естественно, все наши книги прошли качественную обработку, подготовку. Все они представлены в наилучшем качестве. И, естественно, что они разработаны в наиболее популярных текстовых форматах. Это и ПАП, и ПДФ. Что, как следствие, вы можете пользоваться нашим ресурсом с любого устройства. Будет ли это станционарный компьютер, будет ли это смартфон, будет ли это планшет. То есть наши книги откроются абсолютно на всех устройствах. Но хочу сделать такую сноску, что это, допустим, не приложение в телефоне, которое вы скачиваете и скачиваете. Нет, вы открываете их через интернет. То есть если ваш телефон поддерживает интернет, вы сможете пользоваться нашим ресурсом из любой точки доступа в интернет. Вы вводите здесь свои регистрационные данные, ваш логин и пароль, который был присвоен, и пользуетесь. Можете читать, пользуется нашей библиотекой, метро, как у нас многие любят читать книги. Но хочу вот сделать еще какое замечание, что на данный момент идет разработка мобильных приложений. Так что в ближайшем будущем, конечно, это будет не завтра, но в ближайшем будущем вы сможете скачивать все приложения на телефон и все значительно упростится. Хотя, на мой взгляд, и куда уж проще. Следующий слайд. Очень хочется подвести итоги все, о чем было сказано. Во-первых, библиошкола – это электронная библиотечная система, которая открывает перед вами, ну, великие возможности. То есть, во-первых, мы предоставляем вам доступ не только в помещения школы, но и вне их, то есть это может быть дом, да любое место, где, собственно, есть точка доступа интернета. Так что ресурсы могут пользоваться не только все обитатели школы, ну и, в принципе, родители, друзья. Только, конечно, надо понимать, что мы проводим подключение по IP-адресам, и, естественно, мы это отслеживаем. Поэтому, если ребенок подписался, то мы будем понимать, что он подписался от школы, грубо говоря, 555, и этот логин и пароль присвоен данной школе. Поэтому передать он логин и пароль кому-то еще не может. Также, естественно, немаловажный аспект – учителя и библиотекари смогут отслеживать активность чечения учениками. То есть, вся статистика будет перед вами. Всегда сможете понять, учатся у вас дети или нет. Ну, помимо контрольных, конечно. В скором времени появится такая опция, как создание собственных проектов школьников. То есть, как я уже говорила, появится возможность создавать проекты и публиковать их на нашем ресурсе. Обязательно, очень удобно, наш ресурс можно интегрировать со сайтами школ и с электронными дневниками системы e-learning. А еще хочу сказать, что в ближайшем времени у нас планируется такая опция, как опция для учителей, в принципе, она. Это опция, когда учителя смогут свои наработки, разработки выкладывать на сайт и взаимодействовать с другими учителями. Так что у нас наш ресурс объединяет нас в единое целое. Всегда мы с вами на связи, и вы друг с другом. Так, еще позвольте вам сказать несколько слов. К нашему проекту «Библиошкола» «Электронная библиотека для школ» мы еще присоединили такой портал, арт-портал «Мировая художественная культура». То есть, подключая нашу школьную библиотеку, вы получаете к плюсам, бонусам образовательный и дустративный программный комплекс, который, так называется, арт-портал. Там представлено более 70 произведений искусства, представлены все стили, эпохи, жанры. Музей в кармане. Живопись, архитектура в сочетании с курсом МХК – просто вещь незаменимая. Ну, и уважаемые коллеги, для тех, кого заинтересовал наш портал, а кто хочет подключиться, либо приобрести, пожалуйста, перед вами мои контакты. Звоните, пишите мне на почту, задавайте вопросы. С радостью всегда буду на них отвечать. Если у вас сейчас есть какие-то ко мне вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Коллеги, хочу сказать, пожалуйста, не отключайтесь, потому что после моего выступления перед вами выступит наш специалист по онлайн-курсам и расскажет, как вы сможете получить сертификат по данному вебинару. А сейчас, если есть вопросы, хочу уточнить. Есть ли, пожалуйста. Добрый день, коллеги, добрый день. Всем и вопрос от Людмилы Сергеевны. Можно ли подключиться к физическому лицу? Если можно, сколько стоит? И можно ли предварительно посмотреть каталог? Пожалуйста. Значит, Юрий Николаевич, позвольте, я отвечу. Да, физическое лицо может подключиться. Для этого нужно зайти на главную страницу нашего сайта. Есть вкладка такая, как «Подключение физического лица». Далее по нажатию этой вкладки перед вами высвечивается инструкция, которой вы следуете. И, естественно, вы получаете, желаем вами результат. Вы подключаетесь, оплачиваете. Если я не ошибаюсь, то полгода подключения физического лица стоит около 1000 рублей. А для тех, кто хочет подключить школу, то есть юридическое лицо, рассказываю, стоит это 20 тысяч в год. То есть за 20 тысяч в год вы получаете неограниченный доступ к нашей библиотеке, неограниченный доступ к нашей библиотеке, которую можете пользоваться из любой точки доступа интернет. Плюс вы получаете бонусом арт-портал и получаете более 2000 аудиокниг и мультимедийные ресурсы. Количество учащихся тоже не ограничено. Для тех, кто есть ряд регионов, которые участвуют в эксперименте, то есть если это централизованная закупка от 40 школ, то цена, конечно, уменьшается в два раза. Это получается 10 тысяч. Ну и, конечно, вы сами понимаете, что жизненные условия нынешне таковы, что цены у нас высоки на всё, в том числе, как это ни печально, на литературу. И, естественно, покупать художественную литературу в школы, которая со временем приходит в негодность, ну, скажем, прям так, удовольствие недешёвое. Поэтому, на мой взгляд, пользование нашей библиотекой значительно сокращает ваши расходы. И, конечно, вы понимаете, что книжка, которую вы взяли на прочтение из нашей библиотеки, не повредится, то есть её нельзя порвать, разрисовать. То есть вы значительно сокращаете свои расходы на покупку литературы. Так что вот обратите внимание на это. Спасибо, Дарья Викторовна. Прежде чем мы дойдём до вопросов про сертификат, всё-таки я ещё вам, вы видите, вопросы задают наши коллеги. И, наверное, это самое интересное. Видите вопросы, Дарья Викторовна? Да, я вижу. Какая операционная система должна быть на компьютере? Ну, во-первых, мы работаем со всеми операционными системами. Windows, Android, iOS. То есть самое главное, чтобы у вас был доступ в интернет. Вы имеете доступ в интернет, и вы, естественно, открываете нашу библиотеку. Следующее. Следующий вопрос про стоимость. Ну, это дискуссия пошла. Удовольствие недешёвое. Коллеги, я вот случайно попал, не то что случайно, а мне попросили поприсутствовать. Я вот представитель вузовской системы. И вот вы знаете, как родитель, я бы с удовольствием вот этот сервис бы попросил бы моим детям, школьникам, подключать. Без книги и без аналитики, а у нас в этом году тренд, это big data, аналитика, что делают наши дети. Как они используют своё время, свои ресурсы. Это самое дорогое. И вот Дарья Викторовна говорит нам то, что мы получаем в школах для наших детей. Это данные о том, что они читают. Что им нравится, что нет. Вот это интересно. А ещё вопрос. Можно ли посмотреть без подключения? Я отвечу на этот вопрос. Да. Вы можете посмотреть без подключения. То есть, вы заходите на главную нашу страницу, либо по адресу www.biblioschool.ru. Перед вами открывается заглавная страница. Вы можете посмотреть по разделам. Конечно, все книги перед вами не откроются, но какие-то вы сможете посмотреть. Отлично. Можно ли, уже вы говорили, но вот снова спрашивают. Можно ли будет скачать аудиокниги после подключения? Спрашивает Ольга Вячеслава. После подключения вы можете пользоваться нашими аудиокнигами. То есть, она у вас скачивается и вы их прослушиваете. Отлично. Гульнас Рустямовна спрашивает вопрос о РУСМАРК. Выше задавался, вот она снова спрашивает только, что именно РУСМАРК. Гульнас Рустямовна, уточните вопрос. В чём у вас вопрос? Ещё есть вопросы от наших активных участников. Как подключиться к организации? Снова спрашивают. Это Екатерина Валентиновна интересуется. Дарья Викторовна. Екатерина Валентиновна, для того, чтобы подключить организацию, перед вами сейчас есть адрес моей электронной почты. Вы, пожалуйста, пришлите мне запрос. И мы с вами уже на эту тему побеседуем посредством электронной почты. То есть, ничего сложного нет. Ещё вопрос от Анны Сергеевны. Поподробнее о проектах школьников. Интересная тема. О проектах, которые можно выкладывать на вашем портале. Наверное, тут следует добавить вопрос защиты персональных данных, Дарья Викторовна. Это очень важно. Да. Очень важно. Хочу сказать, что мы не можем, даже когда мы даём вам доступ, мы не можем смотреть, что у вас происходит на портале. Мы можем дать вам логин и пароль. Всё закрыто. Даже для нас. Ваш библиотекарь, тот человек, который ответственен за пользование данного ресурса, только он может посмотреть фамилиями учащихся зарегистрированных. Какие проекты. Но хочу оговориться, что данная функция у нас в разработке, на стадии разработки. В ближайшем времени она появится, пока её нет. Но уверяю вас в том, что кроме вас, ваших школьников, библиотекарь и педагогов, никто этого не увидит. Спасибо. Ещё вопрос от Екатерины Валентиновны. Она, видимо, решила до конца выяснить все прелести и возможности нашего сервиса. Я бы спросил бы то же самое на её месте, если бы работал в организации именно в этом направлении. Можно ли организации пройти апробацию? Пока Дарья Викторовна думает, я бы ей предложил, да, можно, но результат апробации сделать публичным. Когда эксперт, допустим, Екатерина Валентиновна после этой апробации скажет, я не рекомендую или я рекомендую этот сервис всем коллегам. Дарья Викторовна, ваше мнение? Да, совершенно верно. Конечно, школа может участвовать в апробации. Для этого тоже нужно написать мне на электронную почту. Мы обсудим все моменты апробации. И, конечно, участникам апробации я очень вас прошу, для тех, кто уже участвует и хочет участвовать, мне важны для вас мнения, обязательно. Потому что благодаря вам мы развиваем наш ресурс. Только ваше мнение как специалистов делает наш ресурс разнообразнее и богаче. Поэтому я очень вас прошу, если у вас есть какие-то замечания, предложения, либо вы просто нас хотите похвалить, мы все принимаем во внимание. Ну и еще вопрос от Натальи Борисовны. Сейчас очень модная тема во всем мире. Это открытые образовательные ресурсы. Все мечтают об open source, о free сервисах. И вот Татьяна, точнее Наталья Борисовна спрашивает, а есть ли в системе бесплатные книги, классика, например. Хотя об этом тоже мы раньше говорили. Дарья Викторовна, чем порадуете? Порадую. Сама радуюсь и других порадую. У нас богатейшая художественная литература, в том числе классика. Как я вам уже говорила, есть списки Министерства образования и науки Российской Федерации. А художественная литература рекомендована к прочтению на урочное время. То на нашем сайте представлено уже более 80% литературы. Как вы понимаете, там художественная литература в том числе. Также представлен богатейший вообще список литературы, которые не относятся к программе по литературе, к школьной. Поэтому все, что душе угодно. Ради бога, пользуйтесь. Только подключайтесь. Отлично. Ирина Ивановна волнуется, почему не отвечаем на ее вопрос. А вопрос очень важный. Мы все вопросы видим, Ирина Ивановна. Возможно ли, Дарья Викторовна, рассмотреть вопрос о включении школьных учебников в портал? Очень важный вопрос. Так, да, на самом деле это очень важный вопрос. И хочу сказать, что на нашем портале учебники не представлены. До этого я видела вопрос по поводу федерального перечня. У нас представлена вся вспомогательная литература, но только не учебники. Во-первых, издательство учебной литературы сами прекрасно умеет представлять свои учебники. И во-вторых, самый важный, на мой взгляд, аспект, что включение учебников в нашу библиотеку значительно повысит стоимость данного портала. Поэтому у всех у вас есть электронные учебники, у всех есть у вас бумажные учебники. Но вот, к сожалению, на нашем, или к счастью, на нашем портале представлена только вспомогательная литература, которая поможет вам разнообразить процесс обучения. Я бы, наверное, сказал, к счастью, не стоит объединять два разных по функциям ресурса. Там выложены хорошие средства, там налажен учет и доступ. И брать на себя функцию федерального значения, наверное, было бы не очень хорошо. И, наконец, вопрос ко мне, наверное, от Анжелы Михайловны. Да, мы продаем сертификаты по другим вебинарам. Наверное, многие меня уже видели. Но для этого вебинара, там, где Дарья Викторовна проводит сертификат, будет бесплатный. Вы все получите рассылку, вот все, кто записались, с двумя пунктами. Там будет написано, что, чтобы получить именной сертификат с уникальным номером за нашей подписью, печатью, да, необходимо будет пройти авторизацию, ну, там же ваша фамилия, имя, отчество должно быть, правильно? И открыть одну единственную ссылочку. Все вы получите это письмо на вашу почту. Но я вижу, вопросы продолжаются, уважаемые коллеги. Дарья Викторовна, видите вопрос от Ольги Игоревны? Да, Ольга Игоревна, конечно, мы держим руку на пульсе, мы стараемся пополнять нашу библиотеку как можно чаще. У нас, я повторю, что у нас огромное разнообразие художественной литературы, научно-популярной художественной истории по культурологии. То есть, конечно же, есть. Заходите. Ну, вот тут опять спрашивают электронный адрес Дарьи Викторовны, коллеги. Вы и презентацию можете скачать, и на экране сейчас видите контакты Дарьи Викторовны. Вопросы закончились. Все благодарны. Говорят, очень здорово, спасибо, окей. Так, и вот Надежда Николаевна все-таки хочет выяснить. У вас, видите, вопрос, да, Дарья Викторовна? Да, вижу. Надежда Николаевна, ну, к сожалению, наше время немножечко подходит к концу. На ваши вопросы я с удовольствием отвечу, если вы мне просто переадресуете, мне на почту. Пожалуйста, я очень вас попрошу написать мне на почту, задать мне этот вопрос, и мы с вами пообщаемся. Дарья Викторовна, я на самом деле уже рассказал, как получить сертификат. Он будет... Да, вам на почту придет инструкция из двух пунктов. Пройти авторизацию и скачать сертификат. Дарья Викторовна, ну, подведите, пожалуйста, итоги вашего сегодняшнего вебинара как ведущая. И мы попрощаемся. Ну, уважаемые коллеги, я благодарю за то, что вы нашли время и присоединились к нашему вебинару. В ближайшем будущем будут проводиться, естественно, вебинары по библиошколе с другими темами. Надеюсь, что вы также будете их посещать. Большое спасибо за внимание. Если, еще раз повторюсь, если у вас беспокоят какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, задавайте мне на электронной почте. Продолжение следует...